Продолжаем рассказывать о том, как славянские педагоги преодолевают самое серьёзное испытание – открытый урок, участвуя в муниципальном этапе конкурса «Учитель года Кубани». На этот раз в центре внимания нашего репортажа участники основного конкурса, которые смогли проявить свои лучшие педагогические качества. Мы побывали в 12-й школе, где было организовано проведение открытых уроков. Их главная цель – показать пример качественного и эффективного обучения и способствовать развитию учеников. В процессе открытого урока учитель должен продемонстрировать свою квалификацию и профессионализм, а школьники – успехи и способности. На уроке учитель математики из 39-й школы Анастасия Лисовская смогла непростую тему о площади трапеции преподать ярко и заинтересовать учеников. Используя различные методы обучения, она каждую минуту урока провела с пользой для ребят взаимодействие учащихся и учителя на высоком уровне. Мне урок очень понравился. Мы проходили новую тему – площадь трапеции. Урок был очень увлекательный. Математика очень важна в нашей жизни. Открытый урок был проведен на основе заранее разработанного плана, который включает в себя не только содержание и механизм обучения, но и способы активного вовлечения учеников в образовательный процесс. После выполнения задачи или упражнения учитель оценивал качество работы школьника, что очень важно. Этот конкурс – очень важный этап в моей профессиональной деятельности. Сегодня был заключительный этап – это открытый урок. Урок был открытый. Надеюсь, что все цели и задачи были достигнуты. Вообще на любом уроке главное – детей удивить и наладить контакт. Сегодня я надеюсь, что у меня это получилось, потому что дети вышли с урока довольны, дети вышли с горящими глазами, поэтому контакт был налажен и урок получился. После урока конкурсантка ответила на вопросы членов жюри. Они по достоинству оценили ее работу. Если взять критерии и посмотреть именно по критериям, то действительно там и профессиональные, там и личностные, там и в плане организационные, психологические качества раскрываются учителя. Поэтому, конечно, для нас, как для членов жюри, которые присутствуют и на мастер-классах, и на уроке в том числе, для нас очень важно посмотреть, как именно учитель умеет поддерживать атмосферу не сам с собой лично, например, как в мастер-классе или визитная карточка и так далее, а вот именно при работе с детьми. Это не просто, наверное, живой урок, это урок фейерверк, урок феерия, урок театральной постановки, которая вызывает ах или аплодисменты. Ну, то есть это действительно должен быть нестандартный, необычный урок, который бы вызвал эмоции. Эмоции во всех смыслах этого слова, не только в плане эмоциональности, но и профессионализма человека, который действительно это даёт. И урок английского языка можно сделать запоминающимся, если за дело принимается увлечённый учитель, такой как Марина Денисова из Анастасиевской 25-й школы. Организация открытого урока потребовала времени и усилий со стороны учителя, однако это ценная возможность для усовершенствования профессиональных навыков. Конкурсный открытый урок – это совершенно другое дело. Конечно, необходимо показать всё, что знаешь, всё, что умеешь и даже больше, потому что ценность любого урока – это не именно его подготовка, которая, несомненно, важна, но ещё и умение ориентироваться в трудных ситуациях, в стрессовых ситуациях. То есть показать, что ты действительно в душу и болеешь за эту профессию, ты выбрал правильно своё дело и приносишь, конечно же, пользу и радость детям. Участница конкурса «Учитель года Кубани» в 2023 году убеждена, что одной из главных возможностей конкурса – знакомство с коллегами, любящими свою профессию. Такое общение дорогого стоит. Любой конкурс – это площадка для знакомства интересных людей. Само собой, люди с опытом, наработками, с идеями, горящими глазами, само собой, встретить таких единомышленников – это большое счастье. Собственно, конкурсы – это прекрасное подспорье, чтобы именно вот так вот встретить людей, которые думают мысль так же, как и ты. Ну и само собой, подготовка тоже многое дала. В целом, практически каждый открытый урок муниципального этапа конкурса – это что-то особенное. Опытные члены жюри стараются отметить все плюсы участников. Каждый урок не похож на предыдущий. И в каждом уроке есть изюминка. Пусть это маленькая, но какая-то особенность, которая отличает учителя-предметника от своего коллеги. И очень интересно наблюдать за коллегами, которые, хотя оказываются в стрессовой ситуации, но умеют собраться и донести, прежде всего, для детей учебный материал, для того, чтобы им было интересно и заинтересовать ребенка на уроке. Открытые уроки позволяют показать, какие насыщенные и интересные занятия проходят в школе и служат примером для других педагогов. Они представляют учителям возможность получить обратную связь от учеников, а также узнать, что работает хорошо, а что нужно еще улучшить. А это самое главное. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События».